Ярославль мой родной город, потому что я заканчивал Ярославский театральный институт, потому что я два года работал в свое время в Волковском театре. И меня с этим городом очень многое связывает, это моя вторая родина. Какие-то есть моменты, которые нам где-то сопутствуют, удача и так далее, но она будет сопутствовать, если ты будешь, как сейчас модно говорить, в канале, когда ты находишься в работе, в процессе. Люди, которые собираются снимать кино, они не собираются снимать не очень хорошее кино. Все на хорошее, надеюсь, это хорошее, да, но происходит где-то какой-то сбой в Матрице. А дальше судьба? Да. Потому что 4 года, он не очень еще это понимает, когда папа в телевизоре, для него это сложно. Почему он там, да? Он не понимает, как он туда залез, да. Ярославль большой, хороший фестиваль, называется он «В кругу семьи», и звезды, которые проходят по красной ковровой дорожке, прямиком попадают в нашу студию. Вот сейчас у нас человек, который знаком вам по великолепным сериалам, по фильмам, по ролям в театре. Кто он? У нас в студии Александр Робак, актер театра и кино, продюсер, кинорежиссер. Доброе утро. На самом деле я здесь, вероятно, потому что Ярославль мой родной город, вот, потому что я заканчивал Ярославский театральный институт, потому что я два года работал в свое время в Волковском театре, и, в общем, меня с этим городом очень многое связывает, это моя вторая родина, вот, поэтому Ярославль для меня это мое родное место. Помимо этого, конечно, это фестиваль. В прошлом году меня приглашали, мне не получилось попасть, и вот в этом году звезды сошлись, я рад оказаться в этой замечательной компании. Все-таки есть, ну, наверное, очень банально говорить, рецепт успеха? Честно делать свою работу, в общем, как бы это банально не звучало, ну, честно относиться к той профессии, которую ты получаешь, это не касаемо вообще актерского мастерства или там любой профессии. Ну, случайности какие-то помогают или все-таки вот тяжкий-тяжкий труд и ничего другого? Да нет, ну, наверное, всем нам где-то какие-то есть моменты, которые, в общем, нам где-то сопутствуют, удача и так далее, но она будет сопутствовать, если ты будешь, как сейчас модно говорить в канале, когда ты находишься в работе, в процессе, то ты ее заметишь, и она тебя где-то настигнет. Если ты будешь не заниматься профессией, а сидеть и ждать, что вот сейчас где-то там произойдет, и кто-то спустится, позвонит и пригласят, пригласят сниматься в кино, такого никогда не будет. То есть это все друг друга дополняет, поэтому, мне кажется, ну, это в любой профессии. Про работу. Выделяйте в своей фильмографии знаковые роли, которые вот самые-самые или запомнились, или больше понравились зрителю? Даже, наверное, не так, наверное, не роли, в общем, есть проекты, которые, когда ты снимаешься в кино, бывает кино удачное, бывает неудачное, бывает выстреливает, бывает не выстреливает. И, в общем, это зависит от... Должны звезды сойтись во всем, начиная от сценария, режиссера, команды. У нас выходят и хорошие фильмы, и мы все знаем, выходят и не очень хорошие фильмы. Но люди, которые собираются снимать кино, они не собираются снимать не очень хорошее кино. Они все собираются снимать... Все на хорошее надеяться? Все на хорошее, да, но происходит где-то какой-то сбой в «Матрице». А дальше судьба? Да, поэтому, прежде всего, конечно, все зависит от драматургии, от режиссера. Важен, конечно, кто стоит во главе истории. И поэтому мне там посчастливилось, я работаю, работал сейчас с многими режиссерами, с которыми мечтал когда-то поработать. И, в общем, сейчас так произошло, что это и, прежде всего, это Александр Велединский, с которым мы много очень отработали проектов. Это Борис Хлебников, это Петр Буслов, это Алена Звонцова. В общем, это в моем рейтинге, это одни из лучших режиссеров в нашей стране, и, в общем, мне посчастливилось с ними работать. Ну, про Буслова давайте поговорим. Давайте про Буслова поговорим, поговорим про домашний арест. Ну, конечно, это же самый горячий пирожок. Или сейчас есть уже что-то более такое хайповое? Ну, хайповое не знаю, но сейчас выйдет замечательный фильм Александра Велединского. Он в «Хиптаунском порту», сценарий, который был написан 25 лет назад. Очень долго проект не могли запустить. Вот, и он сложный по производству, потому что там очень в разное время происходят действия. Действия происходят и в Питере, и в Севастополе, и в Киптауне. В общем, это огромная экспедиция. Настоящая. Да, и вот в августе должна быть премьера фильма. И вот осенью должен выйти проект на платформе «Старт», новый проект Бориса Хлебникова «Шторм». Я снимался в одной из главных ролей, там самого Санна Михалкова, Максима Лагашкина. В общем, очень мощное кино, которое скоро появится. Про домашний арест. Про домашний арест. Про домашний арест, да, давайте. Как он связан с Ярославлем? Да, как можете прокомментировать? Ну, на самом деле, я считаю, что я приложил руку, потому что бы часть проекта снималась в Ярославле. Потому что, ну, квартиру снимали, это был павильон. Огромный павильон выстрелил, потому что основное действие происходит там. А двор и дом, двор снимали в Подольске. И, в общем, планировали и весь город снимать там. И вы, так сказать... Я когда убедил и Семена Слепакова, и Петра Буслова, что, ребят, давайте съездите в Ярославль, посмотрите, там, в общем, прекраснейший город, и он очень подойдет в нашу историю. Ну, в общем, долго уговорить не пришлось, потому что приехали, конечно, встретил Юрий Михайлович. Ваксман весь город показал, и, в общем, я считаю, что с моей подачи, с легкой руки основные все сцены снимались в Ярославле. Ваши дети смотрят ваше кино? Ну, я не знаю, все ли они смотрели или нет, но, в общем, смотрят, конечно. Ну, маленький еще не смотрит ему, потому что 4 года, вот, он не очень еще это понимает, когда папа в телевизоре, для него это сложно. Почему он там, да? Он не понимает, как он туда залез, да. А старший смотрит, конечно, в общем. А какие фильмы с семьей смотрите? Не только ваши, в принципе. Что можете посоветовать? У нас у каждого разные вкусы, поэтому мы смотрим, сейчас позволяют возможности смотреть кино, каждый смотрит свое. В своем гаджете. Да, в своем гаджете, то, что ему нравится. С первой роли, ну, вот потому что у меня четкая ассоциация сразу простраивается, с роли в брате. На самом деле, там вообще была очень смешная история с этим Хаммером, потому что в Москве их тогда на тот момент было два, и в Питере один Хаммеров, их не было. И Балабанов хотел именно Хаммера. Ну, то есть, это была самая дорогая, самая крутая машина. И эту сцену, вот этот маленький кусочек, его снимали три смены, потому что приезжала съемочная группа, выставлялись, это должно было быть сниматься в режиме, на закате. Герой Сергея Бодрова проходит и видит всю эту историю, там маленький кадрик это происходит. Вот, и первый раз привезли там Land Cruiser какой-то, на что Балабанов сказал, мне нужен Хаммер, смену отменяем. На следующий раз должны были привезти Хаммера, не получилось, привезли Grand Cherokee, на что он уже просто, он очень экспрессивный человек был, он сказал, что он же из Питера, я ему сказал, в общем, московский, не умеет работать. Вот, не в Питер позвонить, чтобы привезли Хаммер, вот, и, в общем, их три, их три, два в Москве, один в Питере. Но это же нужно договориться, чтобы люди разрешили, ко времени приехали, подали, в общем, люди, которые ездили на Хаммер, они не привыкли подавать машину ко времени. В общем, это на третью смену сняли этот небольшой кусочек. А есть роль мечты? Вам было, а кого еще хочется появиться на экране? Да нет, на самом деле нет роли мечты, есть всегда, ты, ну, это такое перманентное состояние, ты все время, как бы, в процессе работы, ты, ну, конечно, всегда ждешь какой-то интересный сценарий. И любой сценарий, который к тебе приходит, и открывая первую страницу, ты надеешься, что это будет какой-то интересный материал, интересные роли. В общем, когда это происходит, когда это совпадает, то это, конечно, ты загораешься, и, в общем, это, ну, в этом и есть, мне кажется, то удовольствие, которое получаешь. В этом и есть мечта, как бы, она такая плавно переходящая. А Александр Робок у нас в эфире, спасибо вам огромное.